друзья привет это зинаш сегодня какой 16 ноября вина часов поздно включила я вас не стала будить спите же у нас разные часовые пояса поработать успела много уже сейчас вам покажу вначале хочу на некоторые комментарии ответить вроде писал я стараюсь всем писать попозже какие-то видео которые раньше выходили я включаю когда время свободное и там если новые комментарии стараюсь отвечать друзья если кого-то пропустила извините неспециательно голова вспотела блин видите бандам кладила суд с утра уже второй раз переодеваюсь 2 или третий раз утром вышло белое все огород минус минус 3 что ли утром было 8 часов утра 8 вышла пока омлет готовила видели да без масла мой классная вещь ирина там просила вчера показать я вчера омлет ела сегодня утром омлет ела хотела кашкин думаю ладно иришка чтобы не ждала вот ой скажу как бабушки нашим возрасте нужно уже пограничивать масло вот вчера друзья без вас уже вас отключила с одной стороны друзья неудобно но всякую дребедень показываю надоедает вот он нет у некоторых вот многих блогеров они тому что там где монотонная работа не ускоренную съемку делают и там большой у меня получается на полчаса вот что-то там две-три рейки отрезал две-три рейки прибил или там еще что-то поэтому вчера вечером я говорила же займусь дверью я вчера закончила почти дверь но сейчас нет не об этом как бурков актер говорил газ говорит говорит сейчас я бы об этом иронии судьбы там что-то говорил сейчас не об этом сейчас на некоторые комментарии сегодня утром ларочка написала они сможем по моему в германии живут вот ларочка привет вам всем друзья привет ларочка большой комментарий написала под вчерашним видео говорит ойзи наш но смысл скажу я не запомнила полностью смысл такой что она говорит но тяжело гортвия переживаю вот что вы снова вернетесь со стремянки может кого-то нанять за небольшую плату друзья я когда переехал в этот дом пять лет назад вот марте будет 8 марта будет 7 6 6 7 марта будет 5 лет как я живу в этом доме переехала вот здесь вот это навеса не было дверь фундамент высокий там два кирпича и доска была и когда с работы приезжаешь дождь льет там хоть небольшой козырек у дома дождь льет еще на сикость на козь дождь идет дождь снег и пока вот так на высоте открываешь дверь ключ вставляешь мокрая здесь грязь была месиво навеса не было просто жижа была брату говорю давай может попасть построим навес он годовой но нужен помощник у нас здесь сосед есть сергей но одиноки он там разведенные барах живет друзья он выпивающие сильно выпивающие я его трезвым вижу редко самый неплохой человек вот ну такое что смотрел на соседи всех потрачет там это его сергей ты мне бог не можешь помочь инга помогу пришел но если человек систематически пьет пример алкогольные и вот этот вот это вот шатание и вот он папа станут через каждые минуты он курит ну типа думает отойдет курит там что-то брат у меня тоже курил но так когда на перекур садился тогда курил и вот я говорила пойти под эти столбы я выкапывала ямы 60 50 60 сантиметров лунки выкопала там 10 на столбов брат говорит давай ведь это раствор месить он вот допустим 10 лопат песка закинет цемент закинет притая привезет тачку сейчас покурим давай взять покурит потом воды принесет воды или налет начнет мешать но размешает опять садится покурит потом не трясут как сейчас я домой сбегаю и приходит он уже зума вот такой никакой в общем больше больше перекура больше этих от отлучек было но мы ему хорошо заплатили день тернул терлопателок про пробыл вот потом эту беседку я сама же построила за день когда карантин закончился 2019 карантин был с апреля по ум по июнь вот 30 с 1 июня нужно выходить 30 мая я стал бы пока пола под беседку потом где вы видели он она стал бы выкопать и ям выкопала столбы залила вот и стойки видите там стал бы залила и там стойки между ними нужно скреплять я позвала его игру завтра завтра может заливаться не группа за пошла гурмошната петти могут хорошо я грубо утром приходили часам 10 10 11 12 час час пришел таком состоянии но он держали общем сколотили один день ушел я взяла уже баночный пиво чтобы домой не ходил баночный пиво взяла он это выпьет разбодяжится опять опять перекур опять это в общем целый день вот эти стойки так поставили но нижнюю часть поставили завтра говорю завтра приди пораньше пожалуйста надо крышу я высоты боюсь друзья крышу это сама а там для беседки такие хиленькие эти рейки взяла кусочки он надо крышу залез я грудь и на эти доски постелил от тяжел плотные толстые и ты на эти баллы 1 тонкие рейки не вниз не садись он сел оттуда упал в общем кое-как крышу не накрыл все поэтому больше не обращался нему насчет помощи а вот насчет того что так тамбур построить нанять рабочих друзья это маленький объем работы это для двоих для двоих друзья вот то что я делаю это на хороший один день с утра до вечера вот баню когда строили я фундамент у табане он тут бане я фундамент сама залила пол по половину я залила половина сын приехал мы вдвоем залили потом друзья друзей позвонили они пришли семьей муж жена и пацанчик они в течение недели построили ее замы главный фундамент и газ он там если не быстро там построили все под ключ ну там материал не читала но по тем временам где-то 80 100000 заплатила а потом когда позвала сарай делать он запросил 250 тысяч плюс завтрак обед ужин с бригадой это бригаду все кормить друзья а когда работ кто-то работает я сама разбираюсь в этом но как вот видите да я должна там ходить а я нет вот с этой готовкой я плюнула психанула камаз зил один загруз выгрузила сюда кирпичей и за четыре дня поднялась подняла стенки потом год простоял на весной в прошлом году брат мне накрыл с братом накрывали крышу поэтому друзья на маленький объем работы никто не придет во первых во вторых я говорила не говорила соседка вот типа такой навес просто столбы и крышу железы столбы поставить и крышу обрешетку сделать и профнастил бригада пришла из трех или четырех человек она заплатила 90 тысяч тенге это чтобы вы понимали больше чем по пол моей за пенсии а я говорила вам на несколько дней назад что это я в этом месте заболела по клубнику клубника полола простыла по-женски и поехала в медцентр общем там с лекарствами совсем я больше половины больше наверно сколько наверное семь десятых пенсий своей израсходовала вот и кто мне говорил что у мамы денег не беру она ну говорю она сыну брату моему на годовщину купить деньги я с мамы копейки не беру плачу за свой дом за квартиру сына потому что без работы три месяца дел вот за общежитие где брат жил плачу поэтому еще деньги упираются финансы друзья потом мне девчонки писали что у соседей там вот такие тамбуры накрывают поликарбонатом друзья это я писала ему ответ что это мечта моя была давно и вот на блоге рассмотрел он верандочку построил и знать такой шоколадный цвет желтоватый такой морковный цвет поликарбонатом прозрачным обил и светло тепло и солнце не попадает ультрафиолет это мечта была но друзья один лист он шириной где-то метр 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 десять что ли и ледует два метра самые дешевые тонкие 17 19 тысяч тенге стоит а мне сюда нужно было наверное раз два три четыре пять шесть листов 67 листов но запасом друзья это все пенсии ушла бы мне на что жить продукты дорогие сейчас кварплата электричество поднялось общем поэтому друзья то приходится самой конечно я скажу каждый день работаю каждый мимоходом каждую минуту вспоминаю брата думаю сейчас брат был бы это один два за два дня мы закончили бы сыну только второй день на работу на вызов вышел это временно на два-три месяца вот там где-то же подручная работа допустим мама мама после операции на солнце во-первых нельзя долго ходить потом на напрягаться нельзя нервничать нельзя она вот лишнюю суету создает там где-то приезжать то тоже не этот она сейчас внучку мою там за внучкой смотрит ночью то сколько дней температура 39 скоро приезжать никаких инфекций ничего не находит так что друзья приходится самой всем друзья спасибо за ваше переживание вот пойдете покажу что я сделала вот я обещала вчера вам что я займусь дверью я при вас вчера увидели каркас двери сделала вот она подпирать стенку я у избе один лист уже по ширине про подходит чуть-чуть надо сдвинуть ведь там щель и не знаю как я буду прикреплять но пока поставила он такой вот высота вот высота такой длины и такое и у избилист вот этот уголок и срезала там такой маленький кусот где маленький кусочек уже доставить не страшно вот дверь видите вот ребра жесткости сделала вот такую планку спастая прикупил прикрепила вот планку прикрепила и вот ребра жесткости вам видно нет или сама не лечу снимаю вот оттуда раскроила у избились по этот ддвп двп и там где курятник дверью но старые двери сбу уж на материал макистов брат строил мне этот курятник и там были двери и мацарова дома и там были декоративные гвоздики я их всех повыдёргаю гвоздики и шляпка декоративные красивые я вот такими гвоздиками сейчас я вас засуну сюда чтобы посмотрели где гвоздика вот вот видите да сейчас резкость видно вот да вот он гвоздик по такими гвоздями гвоздиками но пока подальше сделала прихватила а на верхнюю часть кусочек остался но это я потом буду делать самое главное сколотила вот по по ребрам жесткости здесь по ребра жесткости при гвоздя рел немножко но нужно видите просвет вам видно вот просветы а там тоже почаще сделать вот и вчера я вот идет как вам показать вот видите рейки типа об решетка сделала но их тоже вырезала потому что они квадрат эти прямоугольные же и вот сейчас я выше подниму сейчас секунду чтобы не упали сейчас кстати подниму вот видите как срезала краешек вот так вот так чтобы плоско лег вот вот и кто и реки он в балке прибила не прибила сегодня шуруповертом хочет не уронить шуруповертом прикручивала сегодня сделала вот а сейчас друзья не знаю вот двери подпёрла мне нужно хотя бы один угол один угол машина опять отогнала чтоб здесь это то есть циркуляркой резала вот сейчас сейчас друзья нужно будет попробовать мне двери подперла не знаешь не знаю как прибивать саморезы возьмут не возьмут и думаю пока покажу вам так стоите вот так пока будет стоять так циркулярку теперь убираем не знаю не знаю друзья получится у меня уэсби лист прикрутить не получится без понятия уэсби лист не брат не я никогда где он не имели но циркулярка хорошо отрезалась так вот эту палку срезала у нас такой тоненький хорошо что тонкий взяла они тяжелые же вот это сам сам листом тяжелый тоненький вроде это не опилки а стружка стружка это и вчера вчера по мне правильно сказал что прессованные опилки это не опилки то стружка видите большие а есть уэсби там мелкая стружка здесь прямо большие видите куски и и надо быть лаком покрывать лаком наверное олифой олифой промазать что пропиталась а потом сверху оставленный такой рисунок сверху лаком покрою особенно с той стороны здесь это стенка под навесом а там наискосок будет идти дождь дождь снег и он этот разбухнет так так дверь как бы если не упал стоять стоять обрыг так сейчас как бы мне как бы как бы как бы как бы как бы друзья вот наверное дверь могу убрать стоять наверное такого поддона доской поперить маленько так здесь тетелька в тетельку она здесь то узкая вот сейчас хорошо кто подержал вот так вот так да а там как ой там не хватает вот так ой ой то ли ты здесь не хватает блин сантиметр не хватает друзья вот так надо держать блин кто подержал да кто бы подержал кто бы подержал ой 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 стой пожалуйста а там чего вот так хотя бы да дина куда я палку поставила ой ну хотя бы не пой хотя бы метлой так с богом пока сюда вот попробую молоток блин вот здесь подручные нужны подай принеси там много значит друзья тогда подай принеси вот я у брата на подручных подручным работала ой 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 что это расщепляется перед гвоздями здесь нужно уход здесь повыше гвоздями наверное нужно сейчас попробую ой че молчите что вам ничего не видно тихонечко там сидите так один есть сюда зафигачим один опилки летят и и и ой скользишь по камням вот такую сейчас с той стороны один закручу нет эту сторону сейчас другие я сушу на кастрюлю я сушу на кастрюлю вот здесь я сушу на кастрюлю сейчас мы не можем вот здесь вот здесь Нет, обязательно нужно прибивать, так не входит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Что же делать? А я вот так померю сейчас. Ой, оттуда ее избились, чтобы не упал. Так, 230, да, да, 230. Ну-ка, где вы там у меня? Сейчас, други мои, обрежем этот 230, сейчас вот здесь. Так. 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 Рисутила. А. А! Это может это. Если . вот так упереть. И здесь я не забью. Блин. Надо вот так. и вот так. А! Здесь. Блин. Теперь здесь не забью я. Поспешишь? людей насмешишь чего там одни остались теперь переборщила маленькая неудобно мерить это надо было мерить когда у избилиста не было ой где вы ой сейчас упадёте за стремянку ой ладно где вы там ой что ты будешь делать статью где стульчик мой так где молоток мой кроссовки надела сегодня думаю блин в калошах на большую стремянку залазила калоши широкие еще же они большие там двое носок вязаных чуть не навернула думаю да ну к лешему пошла сняла надела на дина свете кроссовки как я буду забивать вот так сейчас вот так легко сказать и трудно сделать так а туда на друге мои что здесь ось за палка стоит не задеть вас а добракованная блин может сюда сюда а как вы думаете вот одну прихреначила сейчас на нее сейчас попасть бы в нее этим саморезами хотя бы одну прихватить бы ой 44 минута друзья все я вас пока отключу чуть попозже я вас включу ладно давайте пока